Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вас поздравить с прошедшим профессиональным праздником, Днём медицинского работника, который был в эти выходные, и пожелать всем, главное, здоровья вам и вашим близким, и пожелать получать удовольствие от выполняемой вами работы, такой тяжёлой, но такой очень нужной и полезной, и очень востребованной. И разрешите представить вашему вниманию презентацию на тему «Организация работы школы онкопациента. Реабилитация пациентов после мастоктомии». Мы к вам приехали с Архангельска, с Белого моря, где у нас сейчас настоящие белые ночи, у нас солнышко совсем не садится, и вот когда в эту субботу были в бане на даче у себя, в час вышли, светло как днём. Вообще, у нас настоящие, у нас на данный момент белые ночи, и надеюсь, мы вам привезли хорошую погоду. Говорят, вчера у вас дождик был, а у нас светило солнышко, и мы, получается, к вам привезли погоду. А? Да. Ага. Зато мы сегодня улетали под проливной дождь. Я работаю старшей медсестрой отделения дополнительных услуг Архангельского областного клинического онкологического диспансера. Здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. Здоровье женщины – это здоровье матери и бабушки, любимой жены, дочери и внучки. Это уют и покой в доме, счастливые глаза детей – это наше с вами достояние. И, наконец, здоровье женщины – это достояние нации. В структуре заболеваемости Архангельской области, как и по Российской Федерации, рак молочной железы является ведущей онкологической патологией у женщин. И в 2015 году у нас в Архангельской области составило 18,4%, хотя это незначительно ниже, чем по Российской Федерации. По Российской Федерации – 21,2%. По данным ежегодных статистических отчетов, за период времени 2005-2015 года в Архангельской области продолжается тенденция к росту заболеваемости рака молочной железы. В 2015 году у 530 пациенток был поставлен впервые рак молочной железы, а в 2005-м их всего было 363. Темп прироста составил 68%. Если 10 лет назад у нас в таких пациентах было 3231, то в 2015 году уже 4646 таких пациенток. И в структуре смертности рак молочной железы тоже занимает существенную позицию и составляет 12,7%. А ведь рак молочной железы, поставленный на ранней стадии, почти в 94% случаев излечим. Состояние человека, которому поставили диагноз «рак», напоминает состояние жителя после вторжения цунами. Растерянность, ужас перед случившимся, желание спрятаться, страх неизвестности и смерти. Это и послужило актуальным поводом для медицинских сестер Архангельского клинического онкологического диспансера к организации школы онкологического пациента на базе отделения дополнительных услуг. Школа начала работать пробно в конце 2012 года. Было разработано положение о школе и программа обучения. И эта программа была утверждена главным врачом диспансера. Основная цель создания школы – это сформировать мотивацию к выздоровлению у женщин, перенесших заболевания молочной железы, к выполнению рекомендаций медицинских работников. Основная задача школы является обучение пациентов, перенесших операцию на молочном железе, и адаптации к конкретным условиям жизни. Это умение правильно оценить состояние своего самочувствия, знание об изменении режима дня и режима питания во время получаемого лечения, знание о профилактических мероприятиях при осложнениях и побочных действиях получаемого лечения, знание о применении лечебной гимнастики после мастектомии с целью профилактики лимфатического отека и восстановления нормальной функционирования организма. Это другая задача – повысить гигиеническую грамотность пациентов и медицинскую ориентированность в организации здорового образа, способствующие профилактике осложнения, и обучить методам самоконтроля своего состояния, методам необходимых реабилитационных мероприятий. Занятия в школе проводятся в конференц-зале отделения дополнительных услуг два раза в месяц или по мере смены пациенток. На занятия в школе мы в доступной и наглядной форме с помощью слайдов знакомим женщин с видами лечения, обучаем методам профилактики часто встречающихся осложнений. Одни из тем занятий – это уход за телом в послеоперационном периоде, уход за рукой на оперированной стороне, подбор протеза молочной железы и уход за ним, подбор коррекционного белья. К нам на занятия в школу приходят психолог-конкодиспансера, волонтеры и представители ортопедического салона, который у нас в Архангельске находится, Бенна Валета, где они показывают, рассказывают о протезах молочной железы и приносят коррекционное белье. Также ознакомим женщин с комплексом лечебной гимнастики, разбираем ее основные задачи, методику и показываем основные упражнения. Говорим о необходимости продолжения выполнения гимнастики и дома, после того, как пациентка выпишется из стационара. Еще одна популярная тема занятий школы – это по профилактике лимфостаза. Что же такое лимфодема? Почему она возникает? И можно ее предотвратить и вылечить. Знакомим женщин с лимфодренажным самомассажем, объясняем обязательные правила самомассажа, приемы показываем, последовательность выполнения движения лимфодренажного самомассажа и также демонстрируем фильм о лимфодеме. Также рассказываем о правилах для предупреждения возникновения лимфатического отека. Объясняем о необходимости принятия мер самозащиты отечной руки при работе с острыми режущими инструментами, как в быту, на даче, для того, чтобы обеспечить безопасность и предупреждение инфицирования. Также обращаем внимание женщин о необходимости ношения компрессионного рукава. Отдельная большая тема занятий о химиотерапии. Занятия проводит медицинская сестра учебно-методического кабинета с высшим сестринским образованием и с большим опытом работы в отделении химиотерапии. Татьяна Владимировна доступно объясняет, что каждое лекарственное средство, кроме позитивного лечебного эффекта, может вызывать неживательное или побочное токсическое действие, что оно ожидаемое и не должно служить поводом для прекращения лечения. Также знакомим с побочными эффектами химиотерапии. Вот они основные все представлены. И как бы у нас Татьяна Владимировна с таким большим опытом работы, она по полочкам пациентам всё жует, в рот положит. Не только какие-то общепринятые, но и народные средства, которые с нами поделились пациенты, кто с этим сталкивался. В общем, они уходят с наших занятий подкованными, что им уже ничего не страшно. И ещё тоже пациентов нацеливаем, что у нас психика у женщин, ну, вообще у большинства, устроена так, что у нас вроде в голове очень много вопросов. Но когда заходит врач в палату, у нас такое чувство, что в голове чисто белый лист бумаги. И хотелось бы много спросить, но доктор зашёл, мы ничего не помним. А как только доктор из палаты ушёл, и у нас куча вопросов возникает. Так мы им всегда как бы нацеливаем, чтобы у вас было блокнот и крючка, чтобы какие-то вопросы, если возникну, то что записал, доктор пришёл в палату на обход, спросил, как дела, и можно сразу же по шпаргалочке все вопросики задать и получить ответы. Ещё одна тема наших занятий – это по лучевой терапии. Демонстрируем фильм о лучевой терапии, чтобы пациенты были подготовлены к тому, что их ждёт в будущем, чтобы они не пугались, кто, например, к ваустрофобией занимается, какую одежду лучше одеть при прохождении лучевой терапии. И проведение этого занятия нам очень помогает волонтёр, к которой Ольга приходит, и она своим личным опытом делится, как проходила лучевую терапию. Вот она там сразу же их нацеливает, чтобы удобнее ходить было в спортивном костюмчике, потому что приходится раздеваться ниже пояса, чтобы не оказаться, вот если в халатике прийти, чтобы в одних трусиках лежать, что по времени, там, это очень мало занимает времени, она говорит, получается, дольше раздеваешься, одеваешься, чем ты находишься на лечевом, ну, вот, проходит лучевая терапия, и предупреждаешь, что единственный момент неудобный, что на узком таком столе лежать, что тоже такой не очень приятный момент. И также она вот делится опытом, что перед лучевой терапией наносится же разметка специальная, а так как все равно белье носится, она стирается, и сразу же пациентах тоже нацеливает, чтобы подбирали, покупали маркер, и регулярно перед зеркалом вот эту разметочку наносили, как бы, чтобы и доктору лучше было направлять куда надо, вот именно вот это облучение после этого. Мы объясняем, что практических осложнений после лучевой терапии мало возникает, если только как со стороны, как солнечные ожоги, и вот если только может быть утомляемость, и если со стороны легких. У нас разработано очень много памяток, брошюрок, у нас проходил российско-норвежский проект, и к этому проекту, к сожалению, у нас не осталось этих книжечек, была разработана брошюра с заботой для вас. У нас вроде было выпущено тысячи экземпляров, я думала, нам ее лет на пять, вообще хватит такой работы в школе, но она как-то у нас за два года разошлась, эта брошюра. Там вот для пациентов было расписано тоже вот все, и то, что мы у них на занятиях говорим, все то и было. И плюс там у нас был блок юридических вопросов, и блок психологических вопросов, куда что обратиться, какие книжки почитать, какие фильмы. И тоже пациентов тоже настраиваем, что у них, если одну молочную железу удалили, что у них осталась вторая молочная железа, и тоже, что бы надо, обязательно, чтобы был контроль и за второй молочной железой. И нацеливаем, что у пациенток, что у них есть и родственники, и мамы, дочки, бабушки, что бы они тоже передали знания по самообследованию молочной железы, и что бы, если что-то у них с их ближайшими родственниками что-то случилось, что бы они бегом бежали к доктору и как бы выявили на ранней стадии. Вот сейчас тоже коснусь волонтеров, что на наши для проведения занятий в школе приглашаем волонтеров. Это женщины, которые сами ранее перенесли операцию по молочной железе. У пациенток больше доверия к таким женщинам, таким же, как они сами пациентами. К сожалению, найти волонтеров очень трудно. Большинство женщин не хотят возвращаться в стены онкодиспансера, а часть скрывает свое заболевание. И у нас, к сожалению, организованного волонтерского движения в Архангельске нет. И вот как бы мы пытаемся это внедрить. И опыт нам приезжали, вот норвежцы показывали и рассказывали. И в основном у нас волонтеры, это наши как-то близкие. Вот моя подружка была, которая столкнулась с этим диагнозом. И еще вот такие две девушки активные есть, которые не стесняются, придут, дадут себя, могут раздеться, показать, дать все пощупать, всякие рекомендации дать, с какими этими. В общем, очень плодотворно проходит занятие, когда есть волонтеры. Вот на занятия проводят с ними. Вот норвежцы приезжали, и был физиотерапевт Хельга, она книжку свою как бы выпустила, и приезжала, подарила. Вот пациентка, вот с этой книжкой всегда приходит и демонстрирует комплекс гимнастики. А другая у нас пациентка тоже волонтер, она занялась полимерной глиной, и вот такие вот красивые композиции сейчас делает. И тоже иногда мастер-классы у нас тоже проводят. Так что мы рады своим вот таким добровольным помощникам. Ольга так у нас вообще молодец, она никогда без подарков к нам не приходит, она всегда придет с конфетами, с пирогами, с чесноком. Да, всем выдаст. Ну вот на занятия она уже приходит такая, всем принесет, вот знает, что идет к нам, всем ручки, блокнотики. И еще она, тоже нацеливаем, что есть такая книжка у Дарьи Донцовой, что я очень хочу жить. Она вот уже экземпляров, наверное, 10 нам купила, чтобы каждая пациентка у нас, которая лежит в мамо-центре, могла прочитать, чтобы хоть какой-то стимул, чтобы поправиться и жить полноценной жизнью у нас. Так что они наши такие умницы и помощницы. За время работы школы мы уже обучили более 700 пациентов. И вот тут наша команда, нас всего 4 человека. Мы работаем на добровольных, на альтруистических началах. Это никак не оплачивается. Проводится наше свободное время, свое свободное время печатаем, размножаем. Очень хорошая книжка, конечно, была, к сожалению, у нас больше денег нету. И нам приходится опять возвратиться к старому способу, копируем перед каждым занятием. Но у нас пациенты получают брошюру по гимнастике, по питанию, по химиотерапии. Пустые, вот как бы от нас занятия не уходят. Высказывают слова благодарности не только пациенты, но и врачи 2-го хирургического отделения мамоцентра и отделения химиотерапии. И вначале, когда врачи некоторые скептически относились, что вот еще придумали, медсестры ведут какую-то школу, зачем это надо. Но после того, как они поняли, что пациенты к ним не обращаются с вопросами, не задают лишних, они такие довольно счастливые, они говорят, ходите, ходите на школу. Так что, и мы вот надеемся, что проводимая нами работа помогут женщинам Архангельской области почувствовать уверенность в себе, в своем здоровье, и они смогут сохранить красоту, какое у них здоровье есть, и продлить свою жизнь. Благодарю за внимание. Здоровья вам и вашим близким. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Лариса Витальевна, на самом деле есть вопросы, я думаю, в зале есть девочки, кто-то хочет что-то... Скажите, пожалуйста, а вы зарегистрированы где-то в интернете, чтобы можно было почитать ваши разработки? Нет, у меня в планах только написано, вот я давно, когда в феврале защитила, ну, подтвердила высшую категорию, в планах, я хочу создать сайт школы для онкопациентов, потому что они очень говорят, что востребованное вот это направление... Тоже дорого. А? Дорого тоже. У нас есть свой сайт онкодиспансера, хотя бы там вот, чтобы они зашли... Блок. Был это, в планах есть. Только времени не хватает, потому что, я говорю, это делается в свое личное время. Скажите, а вот, допустим, прооперированные женщины не в вашем онкодиспансере могут посетить школу? Могут, если только об этом узнают, но мы в основном только пока с нашими пациентами работаем. Я вообще в планах тоже создать, я поняла, что у вас в Санкт-Петербурге есть вот такие школы, вот и движения вот это. А на врачебном уровне здесь пока нет. Но я думаю, Юлия Анатольевна у нас молодая, старшая медицинская сестра, которая с удовольствием это сделает. Я надеюсь. Я вот сегодня хочу, чтобы нашелся какой-то помощник, вот такой, чтобы помог, потому что времени катастрофически не хватает. Да, согласна. И у меня вопрос такой, у вас прослеживается линия, да, по женской линии все-таки заболевания или нет? То есть у нас вот врачи, они конкретно, если заболела женщина, спрашивается, там, дети или есть? Нет, я только вот сижу периодически со всеми докторами на приеме, с маммологами, с гинекологами, с проктологами, маммологи спрашивают про наследственность и обязательно спрашивают, есть ли у вас у мамы, у бабушки рак молочной железы, если пациентка отвечает, что есть, что уделили особое внимание, а так нет. И вот в этой книжке, которая у нас была, у нас там и был вот этот блок по самообследованию, по профилактике рака молочной железы. Ну, с финансами, как обычно, всегда плохо. Да. Ну, я вот тоже похвастаться, что у нас вот в онкодиспансере по отходам класса Б мы сейчас работаем без дезинфекции. Это такая радость, это так все хорошо. Это в желтый пакетик все сбросил без всякой дезинфекции. И в контейнерной площадке и у нас вот машина каждое утро при... Не у нас как бы вот это все обрабатывается, а желтая машина приезжает, все забирает. Это чудо. Да. Мы дошли, но мы уже года два, и у нас очень замечательное ЦСО. Мы сейчас предстерилизационную обработку инструментов тоже вот не делаем. Мы только делаем дезинфекцию, вот лишняя грязь и все относим в ЦСО. А вот. А у нас вот это вот все есть. Тоже столько времени экономится, такая красота. Нам уже все так стерильно красиво упакуют, все дадут. И сроки-то годности там до шести, вот в таких вот шести месяцев, что не надо вот каждые три дня так. Сейчас хотела бы спросить свою старшую медсестру лучевой терапии. Юлечка, Юль, скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-нибудь вопросы по школе? Потому что я знаю, у меня человечек, представь, пожалуйста. Потом лично? Застеснялась, видимо. Да, что были вопросы. Я думаю, что областей будет много на самом деле. Я тоже хочу подойти лично. Ну нет, вот какие наработки есть, я потом могу сбросить информацию, вот как бы все равно вот надо, жалко женщинка. Это вообще по идее, я начинала работать во втором хирургическом отделении, сейчас я вот к мамо-центру вообще никакого отношения не имею. Ну как-то жалко женщин. Кто-то же, если не ты, то кто-то же должен делать. Потому что у нас, получается, только во всем диспансере вот четыре человека таких нашлось, которые вот... А при организации школы-пациента ты столкнулись с какими-то проблемами со стороны администрации? Нет, главный врач поддержал. Со стороны врачей очень было, некоторые доктора были, запрещали ходить вначале к нам на школу. Это было. А от идеи до реализации сколько времени у вас прошло? Ой, долго прошло. С 2006-го эта идея у меня возникла и вот в конце... Шесть лет? Ну не шесть, пять получается лет. В конце 2012-го. Работать с шестого? Нет, у меня... Просто я побывала в 2006-м году, посчастливилась побыть на семинаре, который проводил Эван. Она собирала вот этих организаций, которые занимаются волонтерским движением. И меня пригласили. И вот у меня с той поры с 2006-го года была эта идея, вот я ее смогла только в 2012-м году воплотить. Шесть, ну пять получилось лет. У нас есть время. Ну, я так считала, что уже везде есть. Нет, у нас фишка. Но врачебная. Врачебная, а вот у сестринская. Ну, говорю, сейчас врачи довольны. Они уже... Пусть идут, потому что уже практически вопросов уже не задают. Ну, очень мало таких. Мы тут рассказываем на своем уровне. Мы в какие-то там такие вот дебри не лезем. Но вот всех настраиваем, вот чтобы... И самое главное промотивировать пациентов, такие долгоиграющие цели ставим, что... И через пять, через десять, и через двадцать лет. Мы тут всегда будем рады их жить. Есть еще вопросы у кого-нибудь? Спасибо.